Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Уровень воды в Аби приближается к критической отметке. Как барнаульская Венеция Затон готовится к возможному паводку? Прикоснуться к истории, которой пять тысяч лет. Ученые из Барнаула планируют создать музей под открытым небом. Как не проехать мимо раскопок? Холодный компот, мороженое и обливание водой. В барнаульском зоопарке рассказали, как их питомцы справляются с жарой. В Аби продолжает расти уровень воды, приближаясь к критической отметке. В микрорайоне Затон практически все готово к приходу большой воды. О том, какие работы были проведены, чтобы минимизировать возможный ущерб, расскажет мой коллега Данил Кузнецов. Микрорайон Затон из года в год страдает от одной проблемы – подтопления. Особенно обостряется ситуация во время второго этапа паводка, который в этом году затянулся. Однако жители были готовы заранее и уже даже успели поделиться над тех, кто уезжает и остается. С января по февраль проведены подворовые обходы. Посещено каждое домовладение. Вручены памятки при поведении в случае подтопления населения. После проведения обхода посчитаны у нас жители по категориям. Накануне в Затоне прошло выездное совещание, на котором обсудили готовность микрорайона ко второй волне паводка. Особое внимание было уделено возможной эвакуации жителей, которых здесь более двух тысяч человек. Обозначили участки для размещения домашнего скота. Два места – это на якорной у нас восемь. Вот у нас обозначено место для расположения скота. И у нас наборников. Для людей и животных предусмотрели не только места сбора, но и вопрос с провизией. В магазинах сформированы двухнедельные запасы продовольственных товаров. Продукты с коротким сроком годности – молоко, хлеб – подвозят каждый день. С этим помогает администрация центрального района. По всем группам товаров сделаны запасы. Мы перечислю такие основные, как мука, крупы, мясо и мясопродукты – это консервы, это рыба и рыбные консервы сюда входят, масло. В филиале первой городской поликлиники создан месячный запас медикаментов. Заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом. Сейчас до критической отметки в 560 сантиметров остается меньше, чем полметра. При возникновении первых признаков подтопления в микрорайоне будет выставлен пост с сотрудниками гражданской обороны. Используя устройство оповещения, они будут информировать жителей об оперативной обстановке. Поставлена задача проведения постоянного мониторинга с Росгидрометом уровня воды, в том числе осуществления замеров непосредственно на территории микрорайона Затон каждые 3 часа. Также напомним, с 9 июня из-за высокого уровня воды был перекрыт объездной путь на остров Шубинский. Сейчас попасть на него можно только по понтонному мосту. В остальном ситуация находится под постоянным контролем. Данил Кузнецов, День с толком. А тем временем, с сегодняшнего дня в крае отменили особый противопожарный режим. Он действовал в регионе с конца апреля. Было запрещено посещать леса, разжигать костры и проводить любые другие пожароопасные работы. С сегодняшнего дня в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами и изменением погодных условий вышло постановление правительства об отмене особого режима. Даже несмотря на улучшение общей обстановки в регионе, по прогнозам, местами в крае будет чрезвычайная пожароопасность. Она сохранится вплоть до 16 июня. Ну а мы переходим к другой теме. Этим летом Барнаул ждет важная стройка в индустриальном районе. Но жители краевой столицы ее даже не заметят. На одном из регулярно затапливаемых в дождь участки пересечения Павловского тракта и улицы Попова организуют дополнительную систему водоотведения. Разрывать дорогу не будут, заверяют в мэрии. Можно ли попрощаться с потопами хотя бы на этом участке, разбирались мои коллеги. Мужик еще попытался, он плывет до сих пор. Он все его сносит, он колесами не достает. После каждого мощного дождя в топе соцсетей видео потопа на улице Попова. Просмотры бешеные, шок-контент прямо из окна. Старые коммунальные сети и естественный рельеф создают опасную точку на карте. Камерой сложно передать уклон дороге, но он все же есть. Такая ложбинка, самая низкая точка. Здесь трамваи встуют в очередь, машины тонут, детей сносят течением. Все потому, что на такой огромный участок дороги в километрах всего пара ливневок. Посмотрите на ее размер. Вся вода не успевает сюда стекать, образуются огромные лужи. Это лето должно стать последним в истории тонущей улицы. Здесь организуют дополнительную систему водоотведения длиной 137 метров и стоимостью 7 миллионов рублей. В последний раз ливневку в Барнауле строили в 2018 на улице Гоголя, Пушкина-Ползунова. Расширения же ливневых стоков не было много лет. На указанном участке дополнительно устроят два дождеприемных колодца, закрытую сеть водоотводных труб, что увеличит водоотведение с проблемного участка более чем в два раза. Работы масштабные, но пройдут под землей методом горизонтального бурения. Перекрывать Попова не планируют. По словам экспертов, нагрузка на ливневку в густонаселенных новых районах и приточечной застройке в старых почти одинаково. Дома, асфальтированная дорожка, паркинг съедают участки земли, воде некуда уходить. А расширить стоки или сделать новые дорого и не входит в лот застройщика. По опыту могу сказать, что инженерная инфраструктура достаточно сильно отстает от темпов строительства. То есть получается, что участки у нас застраиваются, осваиваются очень быстро. Инженерная инфраструктура гораздо позже. Вы, наверное, видите, даже по дорогам, дороги появляются позже к микрорайону зачастую, хотя должны заранее быть. А вместе ведь с дорогой идут в том числе и ливневые канализации. Внимание требуют и другие участки, например, на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Пока подобных работ там не запланировано. А тем временем цена потенциального ущерба выросла. Ремонт двигателя утонувших влетит в копеечку. От 100 тысяч и выше. От 100 до 300 тысяч приблизительно. Но есть, конечно, и дорогие автомобили, которых там уже за миллионы возможно. Если машина попадает по капот выше воздухозаборника, сразу же наливается вода в двигатель. И все. Чтобы город не топило, нужно построить 325 километров сетей при уже существующих и устаревших 128. Постепенно власти решают эту проблему. К сентябрю 137 метров улицы Попова должны стать безопасными в дождь. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко в эти часы принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В прошлые годы такое участие принесло региону 14 разного рода соглашений с инвестициями на общую сумму в 44 миллиарда рублей. Очень многие проекты, о которых удалось договориться, воплощаются в жизнь. К примеру, в Белокурихе строится гостиничный комплекс с клиникой превентивной медицины, которая будет работать круглый год. Губернатор и в этом году планирует в рамках форума договориться сразу о нескольких важных темах, чтобы за счет инвестиций запускать новые и поддерживать текущие проекты, а также создавать новые рабочие места. И к другой теме. Мимо гаражных войн не пройти, причем как в прямом, так и переносном смысле. Въезд на территорию жилых домов в центре города на Ленина 93 ограничили шлагбаумом, а на проезжую часть установили гаражи. Моя коллега Юлия Щепина выехала на место, чтобы разобраться в этом беспределе. Передаю ей слово. Вот посмотрите, там шлагбаум. Сюда к нам не проехать. Вы посмотрите туда. Въезд на территорию жилых домов на проспекте Ленина 93 стал камнем преткновения. Владелец торгового центра около недели назад ограничил въезд шлагбаумом и установил гаражи прямо на проезжей части. Жильцы дома переживают за собственную безопасность. Захотели и построили. Ни пожарка не подъедет, ни скорая не подъедет. У нас перекрытие все деревянное. У нас газофицированный дом. Жители переживают и за дорогу, которая вскоре придет в негодность. Да и стройка внутри двора мешает жить. Ранее эти гаражи стояли на погребном кооперативе. Решением суда постановили их снос. Причем сроком до 15 июня. Вот раз два гаража. Вот здесь прям конкретно. Сносили угол. Вот этот. Полностью снес. То есть вот эти два гаража они переставили вон туда? Просто переставил. У них не демонтировал. Просто переставил. Гаражи перенесли, автомобильная стоянка осталась. Табличка машины не ставит, не останавливает людей парковать транспорт прямо над погребами. Возмущаются жители домов. Кто-то балится скоро в тебя. Стоянка тяжелых машин. Да вы что, конечно, стоянка тяжелых машин. Это же трещины в тебя. Платная стоянка здесь была и раньше. Жителям она давно не по душе. Вот у меня окна. Вот. Я живу в 97-м доме. Я не могу открыть. Это парковка. Когда голосом Левитана громогласный. Да. Уберите машину. Уберите машину. Или поставьте ее передом или задом. Какая ему разница? 12 часов ночи. Это все равно. Ну вот это постоянно. Постоянно. Уже много лет. Администрация железнодорожного района отвечает следующее. Согласно выписке из ЕГРН, земельный участок с проездом по адресу проспект Ленина 93-Б предназначен для эксплуатации магазина и ателье по пошиву меховых изделий. Право собственности зарегистрировано с 2014 года. Это значит, что собственник данного земельного участка вправе устанавливать ограждение, производить платный проезд в пределах границ своего земельного участка. Однако жители домов категорически не готовы мириться с таким соседством. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. А далее прикоснуться к истории, которой пять тысяч лет. В ближайшем будущем это смогут сделать не только археологи, но и каждый путешественник. Речь идет о необычном памятнике Чебурак-1 в комплексе Курганов в Чемальском районе. Раньше об этом памятнике знали, пожалуй, только сами археологи. Ученые из Барнаула решили изменить ситуацию и создать там музей под открытым небом. Подробнее об этом расскажет Валентина Аскерова. Всего 30 километров от Чемала и ты попадаешь в совершенно уникальное место. Мало того, что здесь шумит красавица Катунь и возвышаются величественные горы, так еще и находится музей под открытым небом, где собраны культуры всего Алтая. От Энеолита до Средневековья. За 9 лет Чемальской экспедиции археологов Алтайского госуниверситета на памятнике Чебурак-1 раскопано около 50 поминальных сооружений и курганов. Одному из-за захоронений без малого 5000 лет. Вот самый древний курган на этом поле. В принципе, это самые ранние курганы на Алтае. Они сооружались населением так называемой афанасьевской культуры. Это эпоха Энеолита, то есть медно-каменный век. И вот это самый первый курган. Они, смотрите, отличаются достаточно серьезно от других объектов. У них в центре нет камней. Отсутствие камней в центре кургана ученые связывают с правильным переходом человека в загробный мир. Была захоронена женщина в характерной позе с согнутыми ногами. У нее в головах лежал сосуд остродонный, покрытый орнаментом. И она была посыпана охрой. Это красный минерал. То есть абсолютно стандартный такой классический курган афанасьевской культуры. А это уже целый некрополь с 12 курганов. Погребены кочевники. Травмы на костях свидетельствуют о том, что несколько мужчин потерпели поражение в бою, рассказывают археологи. Ну вот здесь вот как раз во всех курганах была лошадь. Причем особый такой погребальный обряд. То есть человек вытянут на спине лежал, был ориентирован на северо-запад, а в ногах у него вытянута находилась лошадь. Лошадь это скорее всего средство, ну скажем так, для переезда в загробный мир. То есть человек на лошади передвигался при жизни и соответственно должен дальше тоже не пешком идти. Рассказывать такие интересные факты нужно всем желающим, а не только журналистам, уверены ученые. Вот только делать это нужно не археологам, а гидам. Но чтобы археологический комплекс был туристически привлекательным, нужны вложения. В Алтайсе госуниверситет включен в программу «Приоритет 2030». И там у нас отдельный проект, который как раз посвящен развитию, точнее формированию и развитию археологического туризма на Алтае. И здесь очень хорошее для этого место, потому что в принципе вот посетив вот эту небольшую территорию, площадь этого памятника, мы можем рассказать любому интересующемуся об истории Алтая от Меднокаменного века, это 5000 лет назад, до эпохи Средневековья, до Тюркского времени. Что для этого нужно, чтобы наконец состоялся вот такой парк под открытым небом? Это очень долгая история, потому что здесь нужно, во-первых, создавать инфраструктуру, готовить людей, которые это будут все рассказывать, в общем, подготовить объекты, мы продолжаем раскопки в том числе поэтому. Вот, долгий процесс, но я думаю, что в принципе уже с этого года мы начнем вот постепенно первые шаги делать. В километре от будущего места притяжения туристов продолжаются раскопки. Участники экспедиции продолжают воссоздавать историю народов Алтая. Среди студентов есть опытные археологи. Я еще копал на Денисовой пещере, находился прямо в пещере в момент нахождения фигурки пещерного льва. Вот здесь из интересных там фишечка была на гальке, галька с рисунком. Что было нарисовано? Треугольнички. Древних захоронений в Чемальском районе множество, рассказывают археологи. Порой, гуляя по живописным просторам, фотографируясь на каком-нибудь красивом камне, мы даже не замечаем, сколько тысяч лет у нас под ногами. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Авбийске обсуждают идею создания экстрим-площадки, которая может появиться в городе. Сегодня такие объекты становятся элементом уличной культуры, доказывая, что территория для занятий экстремальным спортом украшает город. Одно из мест, где могут построить экстрим-площадку – сквер Нагорный. Подробнее в нашем сюжете. С самого утра здесь занимаются спортом, гуляют с колясками. А ведь еще недавно это место обходили стороной. Сквер Нагорный в Бийске появился благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Из федерального бюджета выделили 15 миллионов рублей. Еще 2 миллиона добавил фонд социального содействия Александра Прокопьева. Теперь это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Я сегодня была первый раз, была поражена панорамным видом на весь город, наснимала кучу видео. Рекомендую всем сюда приходить, приезжать вечерами, обязательно проводить время на спортивных площадках. Побольше бы таких парков. Здорово. Данная территория нужна в этом районе. Район такой, несмотря на то, что здесь частный сектор, все равно густонаселенный, детей много. Бийчане замечают динамику изменения городской среды. И я думаю, что они хотят, чтобы эта работа продолжилась. Для этого необходимы проекты, проекты развития общественных территорий на несколько лет вперед. Кстати, о планах. Депутат Госдумы Александр Прокопьев предложил главе города Виктору Щегреву подумать о создании площадок нового для Бийска формата, с учетом спортивной и творческой деятельности молодежи. Для занятий паркуром, катания на скейтах, роликах, трюковых велосипедах. Это так называемые элементы уличной культуры. Нужна ли Бийску уличная культура? Мы в этом плане всегда стараемся советоваться, потому что бывает сделаешь, а люди говорят, а это не подходит. Здесь будет строиться школа, новая современная школа, где будут дети. Поэтому мы должны смотреть на перспективу и развивать инфраструктуру рядом со школой. Установить площадку можно, расширив сквер Нагорный. Новый объект наверняка будет пользоваться спросом, как и сам сквер. В градостроительном плане предусмотрено развитие этой части города. По словам Виктора Щегрева, под экстрим-площадку потребуется около тысячи квадратных метров. Теперь остается решить, где же ее расположить, чтобы объект вписался в облик парка, не мешал проезду машин. Можно вот этот участок взять за основу. Сейчас посмотрим, конечно. Земля эта находится в муниципальной собственности. Специалисты оценят, подойдет ли этот участок для экстрим-площадки, будет ли это отдельный проект или продолжение благоустройства сквера Нагорный. Еще один важный аспект – анализ источников финансирования. Финансирование на эти проекты возможно взять и из федерального бюджета, и из регионального бюджета. Конечно же, привлекать к этой работе, к этим проектам и бизнес, и городские сообщества. Проекту развития уличной культуры еще предстоит прописаться в Бийске. А пока в Нагорном высаживают цветы, делают санитарную обрезку и ремонтируют скамейки. Как говорят бийчане, отсюда действительно открываются лучшие виды на город. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День с толком. Больше 20 тысяч рублей потратят родители на выпускной в этом году. И эта сумма уйдет только на создание образа выпускника, посчитали наши коллеги с портала Толк. На праздничный банкет, если учитывать одного человека, траты составят 3,5 тысячи рублей. Если же компанию-выпускнику составят родители, сумма умножается на 3. Из самых серьезных трат стоит отметить подарок школе и классному руководителю. На это обычно собирают по тысяче рублей с каждого ученика. Всего за выпускной без учета образа школьника. Родителям придется отдать больше 13 тысяч рублей. Туда входят и расценки фотографа, и видеографа, диджея, и аренда площадок для торжества. Ну а образ, разумеется, дороже обойдутся родителям девушек. Платье, прическа, макияж, маникюр и туфли сегодня могут достичь суммы почти в 30 тысяч рублей. На чем сэкономить, готовясь к торжеству, каждый решает сам. Но хотя бы платье или костюм можно взять на прокат, а не покупать новый всего лишь на один вечер. Обменяться цветами, книгами и поучаствовать в творческих мастер-классах в ближайшие выходные смогут барнаульцы в парке Изумрудный. Там пройдет городской экологический фестиваль «Наш дом Барнаул». Любой желающий сможет изготовить поделку из стекла, мха или глины под руководством мастера. В рамках эко-фестиваля организовали книжные и цветочные свопы. По-другому – обмен. Также во время фестиваля жители города смогут присоединиться к акции по сбору пластиковых крышек. Встреча пройдет в субботу, 17 июня с 12 до 15 часов в районе пруда. Захочется ли вам свежего кваса после следующего видео? В интернете появилось видео, на котором видно, как продавец надувает бутылки своим ртом. На этих кадрах женщина, которая разливает квас из бочки на улице Малахова. Нехитрым способом продавец расправляет бутылки перед продажей напитка. Такой метод заинтересовал Краевой Роспотребнадзор. В итоге владельцу бочки было вынесено предостережение о недопустимости такого подхода к работе. Ведь страшно представить, что порой передается воздушно-капельным путем. В Барнаульском зоопарке рассказали, как спасали своих питомцев 40-градусную жару. Сейчас погода более комфортная, чем на прошлой неделе, но впереди еще все лето. Аномальная жара еще обязательно вернется. Так как животные спасаются от зноя, об этом расскажет Кристина Матвеева. Барнаульский зоопарк – лесная сказка. Все вольеры предусмотрены к жаркой погоде. В них животные могут спрятаться от палящего солнца. Укрытием служит все – домик, навес, будка. Вы знаете, можно не беспокоиться. Все животные у нас остались живы, прекрасно себя чувствуют. Все животные справляются с жарой на самом деле по-разному. Кстати, у многих представителей фауны есть искусственные водоемы. Также некоторые животные роют в песке себе прохладные ямки. А вот и львам, например, нравилась зноемную погоду, когда их обливали водичкой. А кого еще из животных обливали? Практически всех. Это все кошачьи. Даже не самих их, а как бы сами вольеры. Что земля же все равно нагревается, чтобы она была менее прохладная, холодной водой. Любят у нас обливаться волки, львы, енотовидные собаки, еноты. Харьки с норками. Норки особенно любят плавать. Это бенгальский тингер, это бурый медведь. Вкусовые предпочтения у животных в особо жаркие дни тоже меняются. Они, как и человек, хотят чего-то освежающего. Например, мороженое, охлажденное мясо или же замороженные компоты с сухофруктов. Сотрудники Барнаульского зоопарка готовы к жаре во всеоружии. И добавляют, если бы животным здесь было плохо, то у них не было бы потомства. Кристина Матвеева, Владислав Ковалев. День с толком. Хочется добавить. Спасаясь от жары прохладным квасом, убедитесь, что в вашу бутылочку никто не дул. Но у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok